Доброе утро! Это студия хорошего настроения. На календаре 10 июля. Сегодня у нас пятница, а с вами вместе Дмитрий Кахно и Саша Каштанова встречают этот летний день. Доброе утро, друзья, еще один раз. Хотим рассказать вам еще об одном факте историческом интересном, который тоже произошел 10 июля, но вот только в 1878 году, то есть 137 лет назад, впервые футбольный арбитр воспользовался свистком во время игры. До этого рефери, ну как только не привлекали к себе внимание, кто голосом, кто кричал, кто вот человека за майку тянул к себе назад и со штрафил, ну в общем, раньше были практически беспомощны, а сегодня во всеоружии прекрасно судят футбольные матчи. Поговорим сегодня и о футболе, и о судействе, и о хорошем настроении с нашими именитыми гостями. В гостях у нас сегодня главный специалист департамента судейства и инспектирования Ассоциации Белорусской Федерации Футбола Андрей Чепа. Доброе утро. Доброе утро. А также футбольный рефери ФИФА, судья международной категории Алексей Кульбаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас не судите строго сразу. Не будем. Я скажу честно, Саша разбирается в футболе гораздо больше, чем я, поэтому я помолчу, а ты поговори пока судим. Расскажите мне для начала, кто устает больше, игроки футбольные или же судьи во время матча? Ну, я не могу сказать, кто больше устает, но нагрузки сопоставимые. В среднем арбитр за матч пробегает 10-12 километров. Это достаточно серьезная нагрузка. Интенсивность у футболистов немножко выше, но по объему нагрузки мы схожи получаем. Вообще, сколько арбитров одновременно присутствует на матчах, если это матч, допустим, какой-то международный? Ну, как правило, как правило, 4 арбитра выходят на футбольное поле. Это главный арбитр, его ассистенты и резервный арбитр. Но на крупных европейских турнирах, таких как Лига Европы, Лига Чемпионов, в последние годы уже 6 арбитров. То есть добавилось еще 2 дополнительных арбитра, которые стоят за воротами и по радиосвязи информируют о каких-то инцидентах во время игры. А есть какой-то, да, арбитр, который фиксирует, был ли гол или не было гола. Сейчас домохозяйки прильнули. Ага, девушки хотят разбираться в футболе. Именно дополнительные арбитры, которые в последние годы появились за воротами, новая их функция определяет все-таки в сложных моментах, пересек мяч линию, либо не пересек. Вот оно что. А девушки думают, ну как же, был гол, даже я понимаю, что он был, а тут дополнительный судья еще разбирается. Ну, поговорим о том, как люди попадают в рефери или становятся арбитрами. В Беларуси есть какая-то специальная школа или курсы, или есть факультет целый в институте? Нет, но у нас есть, при федерации футбола, работает учебный центр подготовки судей. Это двухгодичные такие курсы, можно сказать. То есть первый год учащиеся изучают теоретический курс, второй год они практикуются в судействе. То есть обслуживают матчи в качестве арбитров, матчи первенства Минска и иногда юношеского первенства Беларуси. Есть какая-то градация, да, от начинающего с идеи? Есть, есть. Но, то есть я хочу сказать, что для того, чтобы стать арбитром, обслуживать матчи республиканского уровня, то есть чемпионата Беларуси на взрослом уровне, нужно все ступени пройти. Одна из этих ступеней – это получение базового образования теоретического. Второе – это практическое судейство областных городских соревнований. И лишь после этого областные федерации футбола рекомендуют наиболее талантливых, наиболее способных арбитров для обслуживания матчей чемпионата страны во второй лиге. Вы ведь прекрасно понимаете, что футбол любит абсолютное большинство. А посудить футбол дома, сидя у экрана телевизора или в любимом кафе, вообще каждый любит. И тем не менее, много ли вообще желающих Беларуси стать арбитром футбольным? Ну, мне кажется, желающих много, но не все знают как. Вот поэтому я еще раз говорю, что при федерации футбола есть такой учебный центр. Все желающие, естественно, которые могут, обладающие физическими данными, которые могут сдать физические нормативы, то есть там довольно-таки серьезные, вот они могут приходить к нам в школу, в учебный центр, записываться и проходить этот курс. Но опять-таки, если возраст позволяет, то есть если они… Здесь какое-то ограничение? Да, конечно, чем раньше начнешь, тем больше есть шансов стать арбитром. А женщина может быть? Конечно, женщина тоже, потому что ведь проводятся и женские соревнования. И самые талантливые женщины судят и мужские соревнования. Например, даже у нас в стране есть девушки-арбитры. То есть они более придирчивы, да, получается, женщины? Нет. Так, Саш, все, прекратите. Я думаю, что когда женщина обслуживает матч мужских команд, то мужчины ведут себя более дисциплинированно, я так думаю. Чуть сдерживания, да. Или как минимум подают друг другу руку после того, как совершил неудачный подкат. Алексей, скажите, пожалуйста, на самом деле, что касается вообще вашей личной истории, как вы решили, что вы пойдете в судейство, станете арбитром? Вы занимались футболом до этого? Да, я занимался футболом, занимался футболом в юном возрасте, получил серьезную травму, как и там часто бывает, обычная история. И уже в достаточно юном возрасте я пришел в судейство. Я начал судить где-то с 17 лет. Скоро на футбольном поле, как арбитра, я проведу уже почти 20 лет. То есть это очень долгий путь. И я начинал с городских, региональных соревнований, прошел, как Андрей говорил, все ступени. Терпеливо, потому что шаг за шагом вот формируется это наша. Ну вот вы судья международной категории рефери ФИФА. То есть вы теоретически можете судить любой матч. Да. Любой матч. Как определяется рефери на самые звездные, самые интересные матчи? Мы все знаем, что есть отдельные звезды, арбитры, которых все знают. Кто-то любит, кто-то их не любит. У каждого даже есть свой стиль судейства, хотя оно вроде бы должно быть объективным. Да. Можно ли туда пробиться? Да, можно пробиться. Ежегодно проходят матчи, на которые вызываются арбитры и за которыми следит инспектор. Если мы говорим про международный матч, то это международный инспектор, который ставит нам оценку, оценивает нас с профессиональной точки зрения, с точки зрения правил применения, физподготовки, знания языков, общей эрудированности и способности общаться в сложных ситуациях, потому что на футбольных полях бывает много. Мне кажется, вы должны с детектором лжи вообще бегать, потому что то, что порой изображают футболисты, если вдруг вы моргнули и не увидели, был ли там подка, то, как он показывает, я бы расплакался, потому что там человеку так плохо порой бывает. Артистично сейчас футболисты, есть, есть это. И примерно два раза в год нас тестируют в Швейцарии, нас вызывают на серьезные сборы. Сейчас непосредственный арбитр, бывший арбитр Пьер Луиджи Калина, это наш руководитель международный, который оценивает нас. У нас серьезные тесты только на зрение, порядка 20 тестов, знание правил, физподготовка, многие-многие теоретические занятия и курсы, и на основе вот этих вот многочисленных тестов, оценок, вот уже формируется твой такой индивидуальный рейтинг, и в зависимости от него ты получаешь какие-то назначения на те или другие матчи. Поговорим об ответственности немножко, ведь это большая ответственность, брать на себя судейство всей игры. И как выходить из сложных ситуаций? Есть ли какой-то режим у рефери? Или как не допустить ошибки? Может быть, есть какой-то метод или методика? Ну, я могу говорить из своего личного опыта, а специальных методик нет. Прежде всего, не нужно бояться этих ошибок, потому что ошибки, к сожалению, случаются у всех арбитров, но вот право на эту ошибку нужно заслужить ежедневными тренировками, концентрацией, подготовленностью. Ну, а если ты ее допустил, эту ошибку, ее нужно проанализировать, ее нужно обсудить со своими коллегами, сделать все, чтобы завтра эта ошибка не повторилась. К сожалению, учимся мы только на собственных ошибках. Не получается, к сожалению, учиться на чужих ошибках. Поэтому твои ошибки – это, да, это боль, но это в том числе и твой опыт. А какие возрастные ограничения, скажем так, во сколько, в каком возрасте отправляют на пенсию судей футбольных? Ну, на международном уровне в 45 лет заканчивает арбитр судить. У нас в стране высшей лиги арбитр в 48 заканчивает. Сейчас, конечно, ходят слухи о том, что нужно этот возрастной ценз убрать. То есть тенденция такая, что если арбитр может выдерживать те физические нагрузки, которые предъявляются, требования по физическим нагрузкам, то он может обслуживать и в 50, и в 55, и в 60, если он сдает удачно нормативы по физподготовке. Это вот, например, в Англии применили, по-моему… Ну, это очень демократично, почему нет? Демократично. Но, с другой стороны, это очень трудно в таком возрасте успевать за ходом игры, за темпом, который предлагают футболисты. Вы же видите, Бейл… Медленнее футбол не становится, мы видим. Бежит быстрее, чем болт. Как за ним угнаться? И при том, что арбитр, как правило, старше… И он же не может попросить замену. Не может… Выбежит, поаплодировать, ему в зал похлопает, и он уйдет. Большое отличие от футболистов, что замена не предполагается. Нужно брать на себя ответственность сразу за весь матч и не ждать замены. И тем не менее, новые технологии и футбол. Приходят ли они в футбол, помогают ли арбитрам, вот как, допустим, в теннисе можно видеоповтор использовать, по-моему, один или два раза. Что можно в футболе сейчас? Ну, вообще, нужно сказать, что футбол изобрели англичане. Это очень консервативный вид спорта. Изменения в правилах минимальные. То есть, это, наверное, один из тех немногих видов спорта, кого практически не коснулись изменения в правилах. Есть, конечно, какие-то изменения по мелочам. Так, например, если вы заметили, иногда арбитры на международных соревнованиях используют специальный спрей, чтобы отметить, где располагаться стенки и мячу при штрафных ударах. Радиосвязь между арбитрами, фиксация гола, то есть, по чипу. Но это иногда такие изменения происходят. Но глобальных, кардинальных изменений, конечно же, нет. И ожидать их не приходится. А вообще, конечно, изменения в правилах диктует само время. Само время, да, и темп игры. Хотя знаменитый и великий Франц Бекенбару предположил, что скоро судьи заменят роботы. Заменят ли? Мы уже сколько раз рассказывали новости, что скоро роботы заменят. Нас пытались заменить на роботы трижды, но я всегда находил, где розетка, вот, чтобы выключить. Так что я думаю, у вас все будет то же самое хорошо белорусскому судейству и всем арбитрам. Желаем всегда зоркого глаза и объективного судейства, чтобы стадионы наши кричали не только в адрес любимой команды, комплименты, но и в адрес рефери. Вообще, случается, что рефери срывают аплодисменты общего зала? Или все равно половина только аплодирует, а другая половина злится болельщикам? Да, не обращали внимания, но я хочу сказать, что лучшие арбитры, как, впрочем, тренеры и футболисты, как правило, лежат на диване у телевизора. Да, это точно. Что ж, если вы все еще лежите на диване у телевизора, то мы хотим сказать вам, что сегодня в гостях у студии хорошего настроения были главный специалист департамента судейства и инспектирования Ассоциации Белорусской Федерации Футбола Андрей Чепа, а также футбольный рефери FIFA, судья международной категории Алексей Кульбаков. Что ж, пока мы продолжим обсуждать некоторые футбольные моменты, прервемся на рекламу, а потом снова вернемся в студию хорошего настроения. Не переключайте.